Девушки отдыхают Руки! Картина режиссёра Георгия Данеллия совсем пропащей считается лучшей экранизацией книги писателя Марка Твена «Приключения Геккельберри Финна». Данеллия сумел филигранно подобрать актёров на главные второстепенные роли. Удачными находками были юный Роман Мадянов, сыгравший Гека, и чернокожий актёр Феликс Имакуэда, воплотивший образ беглого негра Джима. Геку Финну, который путешествует на плоту вместе с Джимом, часто приходилось придумывать разные небылицы о себе и своём спутнике. Чтобы на экране эта ложь была убедительной, Георгий Данеллия посоветовал Роману Мадянову делать акцент на мелкие подробности, чтобы поверили не только зрители, но и партнёры по фильму. Тут негр! Вылезай! Вылезай! Быстро! Ты кто? Джимсы. Беглый! Не трогайте его! Это мой негр! Ночью на наш плотно скачал проход, и все потонули! Пьяный папаша, дядя Белль, брать и царь! Я сирота, сэр! Это хорошо. Данеллия даже не подозревал, к чему приведёт его совет. Чтобы лучше войти в роль Гека, юный Роман Мадянов решил разыграть капитана парохода, где проходили съёмки фильма. Весь Советский Союз знал имена политиков Патриса Лумба из Конга и правозащитницы Анджела Дэвис из США. Ничего не подозревающему капитану Мадянов рассказал, что его чернокожий партнёр, играющий Джима, на самом деле сын Патриса Лумумбы и Анджелы Дэвис. Папа умер, а мама находится в тюрьме. Свободу Анджели Дэвис! Капитан, узнав, что Феликс, сын таких высокопоставленных родителей, заволновался и решил проявить максимум гостеприимства и политического такта. Феликс был окружён вниманием и заботой всеми членами экипажа корабля. Удивлённый Данелли, увидев такую заботу, спросил капитана, в чём дело. Капитан ответил, что он всё знает, что ваш мальчишка мне всё рассказал. После этих слов Данелли заволновался. Что рассказал? Когда? Капитан выложил все подробности родословной Феликса, которую сообщил ему Роман Мадянов и добавил, что сын таких высокопоставленных родителей на его пароходе без внимания тепла не останется. Данелли чуть не упал. Дело в том, что Феликс Макуэто был студентом Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы и сыном нигерийского миллионера, который приехал на учёбу в Советский Союз. Он довольно хорошо говорил по-русски и имел задатки актёра. Чтобы утвердить Феликса на роль, Георгию Данеллию пришлось самому пойти на небольшую ложь и сообщить Худ Совету, что Феликс сын нигерийских коммунистов, так как сына капиталист и миллионера могли забарковать. Тем не менее, Роман Мадянов был вызван режиссёром на ковёр. От него потребовали объяснений. Мадянов невозмутимо объяснил, что пустил эту байку исключительно из-за самого Данеллия, который посоветовал Роману делать акцент на мелкие подробности. Советский студент Феликса Макуэда после окончания вуза уехал на свою родину, и его дальнейшая судьба неизвестна. Фильм Георгия Данеллия совсем пропащий стал лучшей экранизацией книги Марка Твена, и в этом есть и заслуга нигерийского студента Феликса Макуэда. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.